Дорогие друзья, с вами Юрий Монагадзе. В эти праздничные и радостные дни, охватившие весь земной шар, наконец-то состоится юбилейный концерт ансамбля скрипачей Большого театра. 70 лет – это срок. Конечно, мы с вами не стояли у истоков создания этого уникального коллектива, открывшего новый концертный музыкальный жанр. Его создали в те времена выдающиеся скрипачи Орхестра Большого театра во главе с Юлием Марковичем Рейнтовичем. Это была его гениальная идея выйти на сцену 16-18 скрипачам и в сопровождении фортепиано исполнять классическую популярную музыку. Ансамбль очень быстро завоевал популярность и любовь среди народа, появились его последователи. Мне по моему возрасту удалось достать последние годы деятельности ансамбля и в те сложные времена, когда ансамбль существовал уже без Юлия Рейнтовича и в годы больших перемен в России, смены поколений в театре, ансамбль завершил свою работу в 1990 году. Последний концерт ансамбля состоялся в зале Чайковского, перед этим также прошел концерт в зале Петербургской филармонии и состоялись гастроли по Испании. На этих гастролях решилась судьба некоторых музыкантов ансамбля, которые были приглашены для работы по контракту в Королевский симфонический оркестр города Севилья. Я вспоминаю тот день, когда библиотека оркестра выставила в коридор несколько ящиков с нотами репертуара ансамбля за ненадобностью, и мне сказали, хочешь, забирай. Я забрал эти ноты, и они вот долгие годы хранились у меня, дожидаясь того момента, когда в театре будет создан новый ансамбль. И интересно, что мне звонили из разных стран, из США, Германии, Англии, Швейцарии, с просьбой предоставить эти ноты для создания там аналогичных коллективов. Но я всегда считал, что репертуар ансамбля Большого театра должен принадлежать только Большому театру. И вот этот момент наступил, когда молодые блестящие скрипачи создали новый ансамбль, который существует уже несколько лет. И я с радостью предоставил всем все эти ноты репертуара и также создал несколько обработок специально для ансамбля испанской музыки. Я очень благодарен и ансамблю, и Большому театру за то, что меня пригласили участвовать в первых концертах ансамбля на сцене Бетховенского зала. Скажу вам искренне, что несмотря на то, что я многие годы работаю в другом оркестре, но моя профессиональная душа и сердце здесь, в нашем общем доме под названием Большой театр. Я совершенно уверен, что новый, так же как и исторический ансамбль, станет гордостью Большого театра и завоюет любовь и популярность новой публики. Огромных вам успехов! Поздравляю вас с Рождеством, с наступающим новым 2017 годом! Уверен, что мы с вами встретимся. С вами был Юрий Монагадзе Веркевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова